Вы смотрите новости на телеканале Уркин Медиа. Здравствуйте! Сегодня в выпуске все самое актуальное и важное глазами наших журналистов. Вот некоторые темы. Что делать? Общественный эксперт по регулированию цен на электроэнергию объяснил, как действовать горожанам дальше и что делать с оплатой за свет. Я посчитал, сколько я переплатил. Обзор рынка. Где появились новые цены на товары и чего еще ожидать покупателям? Литр для пятисот. Это у нас уже приглашает фирма. Под парусом победы третье место чемпионата страны привезли балхашские яхтсмены. В моем классе лучшие, одни чемпионы выступали. Как обещал наш общественный эксперт по регулированию цен на электроэнергию Владимир Рябинин подготовил форму претензионного письма, согласно которому можно будет высчитать переплаченную сумму денег за свет. Документ нужно адресовать на имя менеджера по распределению электроэнергии по городу Балхаш фирмы Жизказган Энергосбыт. Требования основаны на решении специализированного межрайонного экономического суда области от 17 июля 2015 года. Департамент агентства по регулированию естественных монополий после проведенной экспертизы требовал снизить действующую цену, что суд одобрил. Это решение компания Жизказган Энергосбыт просила отменить, но получила отказ. 7 октября прошла апелляция. Жалоба поставщиков света снова осталась без удовлетворения. Согласно этим судебным актам, тариф, установленный с января этого года, считается незаконным. Дальше, согласно таблице, нужно определить сумму переплаты. Указываете количество потребленной энергии, высчитываете то, что оплатили по тарифу 19.57 и 18.83. От полученной суммы минусуете деньги, которые подлежали бы к оплате по тарифу 14.50. Все эти данные указываете в претензионном письме и отправляете адресату. Это мотивированное заключение о снижении действующей цены в соответствии с порядком ценообраза на регулируемых рынках. Этим документом установлена цена для регионов, которые обслуживают Жизказган Энергосбыт 12.95 без НДС. С НДС 14.50. Решением суда, какого там, июля, им отказали в отмене вот этого мотивированного заключения. Они просили отменить его. Апелляция решения суда первой инстанции оставила в силе. То есть апелляционную жалобу оставила без удовлетворения. Раз суд апелляционной инстанции оставил решение в силе, значит с этого момента, вот с момента 1 января, действует теперь мотивированное заключение. О чем говорить? Оно действует не на ту женщину, вот где она у меня, это решение. Оно действует не на Айдбай, на которой действует решение МИДУ. И это решение действует на всех горожан города Балкаша, Жизказгана, Садпаева. По словам эксперта, даже если компания Жизказган Энергосбыт снова подаст на апелляцию, то решение суда уже действует с 7 октября. И пояснил, что горожане имеют право выдвигать требования. Я посчитал, сколько я переплатил. В среднем я плачу где-то 2,5 тысячи, если в среднем брать. 2,5-3 тысячи. Я переплатил 6 709 тенге 50 тенге. Значит, мне вот эти 6 709, раз в сентябрь не платил, я не буду сентябрь платить, я не буду октябрь платить. И у меня еще останется на ноябрь. Пусть они на меня подают суд, пусть они на граждан подают суд. А вот когда энное количество сделает это, но второй экземпляр должен быть на руках, и прийти в суд и сказать, ребят, вы у меня забрали вот такую сумму, необоснованную, а почему я должен, а почему я не имею права у вас теперь на эту сумму взять электроэнергосбыт? Эхо-девальвации. Волна подорожания с валютой перекинулась на продовольствие. Цены на продукты повысились на 20-30 процентов. Бьет все рекорды растительное масло. За литр продавцы просят 400 тенге и говорят, что это не предел. Виктория Буханцева прошлась по магазинам и проверила ценники. Это под мою психику абсолютно. Это не покупал, пошел. Стоимость продовольственных товаров начала расти в начале месяца. Вслед за поставщиками цены стали задирать оптовики и розничные торговцы. Сахар, рис и окорочка подорожали в среднем на 50 тенге. Гречка и яйца на 10-20. А возглавляет рейтинг растительное масло. Еще неделю назад литр стоил 250-280 тенге, а сейчас за него придется отдать все 400. И прогнозы неутешительные. Литр до 500. Но это у нас уже предмуждают фирмы. Покупатели от таких изменений тоже не в восторге. Вот сырые колбасы. Я сейчас была на рынке. Все поднялось, чем было летом. Дня даже неделю тому назад. Почему должны подниматься цены на продукты местного производства, не ввозимые за рубежом? Доллар-то касается только импорта. Я думаю, что зависит от бензина, понимаете. Бензин же подорожал. Естественно, повысились транспортные расходы. Само собой, разумеется, продукты будут дорожать. Это естественное явление. Какая цена осталась, допустим, и взять вот эти цены на сегодняшний день, уже зарплаты не хватает, уже чувствуется. Действительно, он так и есть. Надо поднимать, я так думаю. Потом только цены должны поднять. Волна подорожания не обошла стороной и аптеки. Вместе с продуктами в цене взлетели и импортные лекарства. К примеру, если раньше германское средство от давления стоило 1020 тенге, то сегодня за него просят уже 1120. В среднем стоимость медикаментов выросла на 5-7%. Подорожали, конечно, импортные препараты. Такие, как Берлин, Химия, Германия, Будапешт, Венгрия. Вся импортная продукция. Но наше руководство борется с этим. Они делают все возможное, чтобы цены были ниже рыночных. Все зависит, конечно, от закупа. И это еще не все хорошие новости. С нового года подорожают алкоголь и сигареты. Самая дешевая водка будет стоить 800 тенге. Отечественные производители просто вынуждены поднять цены из-за роста акцизов. А вот стоимость сигарет на 2016-й установило государство. С 1 января в магазинах не будет пачки дешевле 240 тенге. Виктория Буханцева, Илья Стукибека, Форкин Медиа. Злокачественная опухоль. Свыше полутора тысяч казахстанских женщин ежегодно умирают от рака молочной железы. Эта болезнь среди всех онкологических заболеваний стоит на первой строчке посмертности. Не исключение и болхашские пациентки. В большинстве случаев летального исхода можно было избежать, придя на прием вовремя. О признаках этого страшного недуга в следующем материале. В день врач-онколог Мирамкулял Пасбаева успевает осмотреть больше 20 пациенток. У пары из них выявляются патологии. Чем раньше найдут злокачественный источник, тем больше шансов сохранить свою красоту и здоровье. Мотивирует женщину на поход в больницу, шелушение кожи, покраснение, боли и отек в зоне декольте. Есть еще и скрытые признаки. Сначала одну руку поставить на пояс, со второй рукой по часовой стрелке должна пальпировать грудь и определять, есть ли у нее какие-то уплотнения или нет. После того, как она пропомпирует молочная железа, она должна обязательно подавить около соска, есть ли у нее какие-то выделения или нет. Если есть гнойные выделения или кровенистые выделения с запахом, это уже патология. У рака молочной железы есть четыре стадии. На первых двух болезнь излечима с помощью лекарств. Если медикаменты окажутся бессильны, чтобы предотвратить размножение злокачественных клеток, придется сделать операцию по удалению источника заболевания. 25% женщин обращаются к врачу на последних стадиях болезни. В это время опухоль достигает больших размеров и метастазы распространяются на другие органы, такие как легкие и мозг. Пик болезни приходится на возраст от 50 до 60 лет. Но сейчас болезнь настолько помолодела, что пациентами онкологии могут стать как 30-летние мамы, так и 16-летние подростки. Причин много – аборты, депрессия, стресс или же наследственность. Но чтобы не гадать, врачи советуют раз в год навещать их. Если в прошлом году свыше 2000 женщин прошли обследование и 116 из них поставили на учет, то за 9 месяцев этого года маммографию сделали еще 2000 балхашцев. Список подозреваемых увеличился на 89 человек. Жен Сая Мусина, Думай Колобаев, Уркемидия. Дорожный патруль. Городские правоохранители вышли на проверку общественного транспорта. Под ревизию полицейских попали междугородние автобусы. Ловить нарушителей решили на перекрестке трасс Балхаш-Алматы и Балхаш-Караганда. В первый день в сети служителей закона попали два десятка автобусов. У четверых выявили нарушение. За непристегнутый ремень и неполные документы о техосмотре двоих водителей наказали штрафом почти в 10 тысяч тенге. Еще двое выплатят по 20 тысяч за отсутствие списка пассажиров и превышение их числа. Это, кстати, самые распространенные нарушения. Транспортный рейд продлится до конца недели. Проверять будем 4 дня, с утра до вечера. Это республиканская акция. В основном смотрим на документы, списки и количество пассажиров, исправность стекол. Следим, чтобы водители соблюдали правила. Ведь они отвечают не только за свою безопасность, но и пассажиров. Открытая фемида. 175 человек стали участниками уголовных преступлений за 9 месяцев этого года. Больше ста из них получили приговор согласно закону. Для 73 прекратили дело. В городском суде отчитались о проделанной работе. Если в прошлом году к октябрю полномоченные органы рассмотрели 178 уголовных делок, то в этом году их число сократилось на 9. Из них вынесли приговор и осудили на разные сроки по 86 материалам. По 50 рассмотрение прекратили. Кроме того, в этом году «Блюстители порядка» поменяли свой электронный адрес. Теперь все новости и события городского суда можно посмотреть на сайте www.krg.sud.kz. Функцию онлайн-страницы дополнили. Юридические лица, имеющие электронную цифровую подпись, могут обратиться в суд в виртуальном режиме. Принимаются различные виды исков, заявлений, апелляционных и касационных жалоб, ходатайства и другие виды обращений. К слову, о свободных рабочих местах в суде тоже можно будет узнать на сайте. Наша работа должна быть доступна людям, то есть суд доступен, и чем мы занимаемся. В принципе, каждый у себя дома посмотреть могут открытый интернет и зайти в сайт верхом суда и смотреть, какое дело, сколько информации полностью получить могут. На гребне волны. Балхашские яхтсмены привезли бронзу осеннего чемпионата страны по парусному спорту из Копчегая. Наши спортсмены сумели обойти сотню соперников. На этапы вышли участники из Актау, Шемкента, Астаны, Алматы и Копчегая. Наш город представили четыре кандидата на победу. В классе кадет выступал Иван Жуков и Данил Чередников. Балхашский тандем показал хорошее время и пришел к финишу третьим. Рустам Абдрахманов и Александр Икунин соревновались в классах луч и оптимист. Юным яхтсменам немного не хватило опыта, поэтому их результат стал шестым. Мы были на втором месте из-за погодных условий и, конечно же, не хватило опыта. Все занято второе, мы заняли третье место из-за отсутствия спинакера, паруса. Ну, у всех, кто участвовал в нашей категории, у них присутствовал спинакер. И поэтому они опережали нас полтора-два часа. Ну, это в зависимости от ветра. Если сильный ветер, то быстрее дойдем. В моем классе луч, одни чемпионы выступали, потому что у меня не было опыта. Мало опыта было и не смог опередить их. Ну, у них уже стаж по 25-30 лет занимаются парусным спортом. Ездили в разные города на соревнованиях. Вот. И яхты лучше, конечно. На сегодня все. Завтра мы подведем итоги недели. Ждите нас в эфире в 20.30. До свидания.